Шален, дорогие друзья, сегодня 17 ноября 2022 года. Наша молитва о нашем приближении к Богу сегодня носит название «Будьте добры». Прочтем из послания апостола Павла к римлянам, из 2 главы 9 и 11 стихи. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Бог наделяет славой, честью и миром всякого, кто делает доброе. А человек, который делает злое, будет терпеть скорбь и тесноту. Но для того, чтобы делать доброе, нужно быть добрым. Иисус сказал, не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея 7, 18. Добрым, Евангелие называет человека, имеющего внутренние качества и внешние проявления доброжелательности, благости, щедрости, полезности. К Иисусу Христу люди относились по-разному. Одни говорили, что Он обольщает народ, а другие говорили, что Он добр. Иоанн 7, 12. Это очень важное свидетельство людей внешних, которые, характеризуя Иисуса, говорили, что Он именно добр. Люди могли говорить о Нем много хорошего. Например, что Он праведен, свят, благочестив, целомудрен, ревностен в своем служении Богу, мудр, самоотвержен, посвящен Богу и так далее. Все перечисленные оценки, безусловно, звучали из уст людей, видевших служение и жизнь Христа. Но квинтэссенцией их позитивного свидетельства о Нем было то, что Он добр. В отрицательных свидетельствах о современных верующих фигурируют такие слова, как фанатик, сектант, обновленец или точно такое же обвинение, какое предъявляли Христу, что они обольщают народ. Но нечасто услышишь среди положительных оценок свидетельства о том, что они добрые. Однако апостол пишет «слава и честь и мир всякому, делающему доброе». У Бога нет лицеприятия. У человека может быть множество добрых намерений, желаний и даже конкретных добрых планов на ближайшее будущее. Но слава и честь и мир предназначены Богом только для делающих доброе. Как уже было отмечено, для того, чтобы делать доброе, нужно быть добрым. Ибо добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Матфея 12,35 Но существует ли добрый человек? Ведь сам Христос сказал, никто не благ, как только один Бог. Русские понятия «благ» и «добр» в греческом языке обозначаются одним и тем же словом. Другими словами, Христос говорит, что только один Бог добрый. В то же время Писание называет некоторых людей добрыми. Например, о Варнаве сказано, что он был муж добрый. Диане 11,24 Здесь нет противоречия, потому что добрым может быть любой человек, в котором живет добрый Бог. Мы знаем и видим, что это не появляется автоматически в каждом человеке, принявшем Хреста в свое сердце. Нужно, чтобы добрый Бог переполнял человека своим добрым присутствием. И тогда он будет человеком добрым. Вот почему есть великая нужда в том, чтобы Бог приблизился к нам, и чтобы его доброе присутствие превозмогло наше злое естество. Доброта, благость свойственны людям, близким к Богу. Не может человек, имеющий близкие отношения с Богом, не быть добрым. Именно приближаясь к Богу, который благ, человек обретает такое Божье качество, как доброта. Ведь на добрые дела мы и созданы во Христе Иисусе, как апостол Павел говорит, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2,10 В этом наше предназначение. Итак, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих.